Здравствуйте, друзья! Вот отыграли мы нашу партию 24 августа и как бы перелеснули такую страничку с 30 годами существования школы что-то повспоминали, с кем-то повстречались дело было в субботу, а в воскресенье, то есть вчера нас позвали на день рождения наша сотрудница Ирина, и вот мы вчера тоже сходили в грузинском ресторане, так вкусно все очень все было вкусно, и я заснял репортаж единственное, там шумновато, конечно, было в этом ресторанчике шумновато, но репортаж сейчас подгружается вот через некоторое время уже будет там когда это видео будет загружено, то видео уже будет тоже там на месте в общем, такой празднично-загульный период утром я когда там новости одним там ухом, одним глазом там посматриваю, послушиваю периодически кто-нибудь скажет, вот там осталось там сколько-то дней до выборов и вот сегодня с утра говорят, 72 дня осталось до выборов то было там 100, то было 90, там 85 и так оно неумолимо приближается и полный эфир всяких предсказателей говорунов, говорящих голов, новостных каналов и все это такое, они как бы очень утомляют ну в смысле как, если по чуть-чуть, там раз в неделю, там 5 минут это куда не шло, а если допустим каждый день там по часу и тут 5 минут, там 5 минут, здесь 5 минут вы начинаете ошелевать, все это сдвигается и становится не, ну как-то так, осточертел, короче ну тем не менее, тем не менее, какие-то тренды там мы посматриваем вот что еще сказать продолжается набор, да, то есть вот у нас ребятки, которые начнут группу 10 сентября там уже 30, переварило за 30 человек тех, кто хочет побыть на первых трех уроках и по статистике последних вот там, скажем, месяцев я бы сказал, что где-то примерно половина из тех, кто приходит посмотреть, значит, это люди, которые останутся потом учиться ну вообще приходят еще те, кто раньше учился не доучился или может быть там какой-то перерыв возник или может быть там по темпам не успевал или там был на русском, теперь хочет на английском ну по-всякому по-всякому случае группа, которая начнется, будет на английском и будет вечерней потому что в ноябре 11 числа будет группа утренне так что это вот такие наши заботы пока что еще сказать, рассказать значит, у меня Олеся Игоревна одолжила камеру спасенную из бостонского аэропорта камеру DJI третью Osmo Packet вот, одолжила на то, чтобы там какую-то поездку совершить вот, и я как бы месячишко без камеры да плюс еще то, что она потерянная была в общем, я уже забыл, как ей пользоваться но сегодня мне обещали вернуть вот я сейчас приеду я в офис еду с утречка позавтракаю еду в офис и должна зайти Олеся, вернуть камеру я с ней, может, какой-нибудь сюжетец сниму для вашего развлечения что еще сказать помните, я вам рассказывал про таблетки, которые значит, против того, чтобы губы дергались потому что там была такая история, что что-то у меня губы подергивали ну и врач, который по этой части невропатолог она говорит, это у тебя от лекарств вот, если там перебрать с лекарствами или что-то такое там вот, есть какой-то конфликт то вот начинает дергаться и дали мне лекарства от перебора лекарств то есть, чтобы не дергалось я тогда рассказывал, что эти лекарства оказалось, что там месячная доза стоит там 28 тысяч долларов и капеймент ну, то есть, то, что от себя надо добавить совсем небольшой всего тысяча знаете, так из 28 тысяч они 27-то платят вот ну, я хочу сказать, что я вот уже наверное, мисичишко эти таблеточки глотаю действительно, я уже забыл как она там дергалась эффективно работает никаких проблем с ним нет вы можете сказать так что, что теперь по 1000 долларов каждый месяц платишь нет, друзья так не получается потому что в каждой страховке есть такое понятие как максимум out of pocket да, то есть вот, сколько вы там можете заплатить или там максимальный deductible тоже бывает и так далее поэтому на страховке, которая у нас вот наша версия медикера там годовой лимит 3000 долларов 3000 долларов поэтому даже если бы у меня не было никаких других лекарств и я бы нигде никогда никаких других там вложений от себя не делал то это было бы тогда 3000 то есть в год то есть 250 в месяц но поскольку у меня это не единственное лекарство а есть еще кое-какие то получается что оно практически бесплатно зашло ну то есть может быть там есть какая-то символическая оплата типа там двадцатки в месяц но а может и вовсе нет я не знаю я не отслеживаю сильно так что мы получаем эти все дела но тут у меня был appointment значит такое знаете видео appointment с женщиной которая мне это все прописала и говорит ну как я говорю ты знаешь губы не дергаются ну никак она говорит ой какое счастье какая радость как хорошо все получилось я говорю ну ты знаешь что я говорю что-то у меня появилось желание там днем поспать там пару часиков она говорит о ну конечно конечно говорит она это же известное побочное действие этого лекарства это почти у всех кто его принимает туда-сюда ты знаешь что ты вечером принимай перед сном ты наверное с утра принимал я говорю ну с утра она говорит так надо же с вечера и мы со светом вот думаем то есть вот сидит врач такой опытный хороший все знает знает что у лекарства есть побочное действие знает что оно характерное типичное почти у всех там туда-сюда выписывает и ни слова не говорит я думаю что это за система такая может быть предполагается что пациенты должны теперь там в чат GPT куда-нибудь ходить или на гугле ресерч делать и на врача в этом смысле не рассчитывать вот может быть какие-то такие новые тенденции а я просто упустил и не в курсе ну в общем такие вот у нас мелкие новости ну мы у нас и планетарные новости есть вот типа выборов вот а так по мелочи тут таблеточка там значит и камеру вернут этой камере очень удобно снимать вертикальные сюжеты вот не на телефон а все-таки на камеру с таким хорошим разрешением фишечками там и так далее и так далее поэтому поэтому она мне нужна поскольку я буду сейчас заниматься развитием нашего канала так у меня никогда времени не было и все это было по остаточному принципу а сейчас я так как бы буду времени у меня больше будет машинка меня подмигивает времени у меня будет больше и я буду так более серьезно заниматься так что друзья вы все это увидите ой вы увидите у меня все что получится а пока что мы тогда прощаемся я пойду там надо референс какой кому дать и посмотрю что у нас там с иммиграционными письмами которые для наших зрителей приходят счастливо с иммиграционными с иммиграционными